Вот в этом футляре находится самый главный приз Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь». Черная драма под названием «Красота» мексиканского режиссера Алехандро Гассалеса Иньяриту не оставила равнодушными членов жюри. «Золотую пальмовую ветвь» в номинации «Лучшая мужская роль» единодушно присудили испанскому актеру Кавьеру Бардему. Этот же приз решили вручить и Элио Джермана за фильм «Наша жизнь» режиссера Даниэля Лючетти. Смерть, реальная или близкая, вдруг стала актуальной на 63-м Каннском кинофестивале. Такие сквозные темы всегда присутствуют в Канне и складываются они стихийно, делая умонастроения в мировом кино явными. Но впервые лить мотив столь мрачен. Практически в большей половине конкурсных фильмов режиссеры изощряются в демонстрации трупов. Зритель с отвисшей челюстью и распухшими от слез глазами наблюдал за игрой Хавьера Бардема, исполняющего роль мужа-отца, вовлеченного в мир коррупции и болезней. Ему поставлен страшный диагноз, и у него совсем не остается времени закончить свои дела. Тем не менее, он продолжает демонстрировать силу воли, выполняя ежедневную рутинную работу. Алехандро Гонсалес и Ньяриту, режиссер фильмов «Вавилон» и «Сука. Любовь», в новой ленте «Красота» умышленно допускает ошибку в названии, потому что жизнь наша отражена в его картине. Смесь потрясающего действия, кинематографии и музыки в реалистичной черной драме о депрессивной стороне жизни. Когда сценарий был в стадии написания, моя теория была такой — чем меньше, тем лучше. То же касательно и диалогов. В некоторых фильмах все становится ясно в тот самый момент, когда вы смотрите фильм без лишних вопросов. В этом фильме есть момент незавершенности для того, чтобы люди на эмоциональном уровне сами почувствовали, кто такой главный герой. Хавьер Бардем — один из величайших актеров, способных построить большую игру на тонких моментах. Понимание этих вещей требует большого таланта, точности, стремления к совершенству, доверия материалу и аудитории. В то же время сложность этого персонажа заключается в том, что с самого начала он теряет много путей и карту, по которой он должен был двигаться вперед. В фильме есть главная линия, которая идет изнутри героя. Чтобы найти ответ на вопрос о смерти, расставить все снова по своим местам. Это как столкновение холодной и горячей воды одновременно. Это была сложная и очень ответственная роль. Я никогда не видел, чтобы кто-то с такой отдачей вживался в роль. Это большая честь для меня, и я приятно удивлен, потому что когда ты играешь в кино какого-либо персонажа, то не задумываешься, понравится ли твоя игра. Ты чувствуешь себя неуверенно, потому что, ну, почему-то предполагаешь, что на большом экране это будет плохо смотреться. Но тут вдруг тебя награждают за твою игру, и ты даже не понимаешь, чего бы это. С помощью камеры я открываю зрителю путешествие во внутренний мир персонажей, помогаю ему погрузиться в эмоциональное состояние героев. Все было направлено на достижение этого результата. Хавьер Бардем и я задумались сделать главного персонажа напряженным, завернутым на самоконтроле, человеком слабым и уязвимым. Мало-помалу, как только он узнал, чем скоро все закончится, он начал учиться отказываться от контроля, чтобы выйти на новый уровень понимания. В последние 20 минут фильма вы находитесь в квартире, где нет выхода. Осталась только тишина. И я очень счастлив, что мы разделили приз за лучшего актера, потому что на самом деле проигрывать очень сложно, особенно на подобных фестивалях, где действительно сложно определить победителя. Потому что мнения жюри постоянно разнятся, и мнения девяти человек все равно не совпадут. Но это все же случилось, и я очень счастлив. По этому поводу я еще раз хочу подчеркнуть, что это большая честь для меня представить на этом фестивале фильм «Красота» Алекандро Гонсалес-Аньориту, и я не воспринимаю эту награду как личную, а безусловно, как награду за представление этой замечательной картины. «Красота» Алекандро Гонсалес-Аньориту «Живет в Германии» снял с интернациональным составом актеров свою первую игровую ленту «Счастье мое». Несколько кошмарных дней водителя-дальнобойщика, колесящего по дорогам российской провинции. Лозница родился в белорусском городе Барановиче. Интересно и то, что исполнитель главной роли белорус Виктор Немец также родился в Барановичах. Лента, созданная в копродукции Германии и Украины, была отобрана в главный конкурс 63-го Каннского кинофестиваля. Сергей Лозница бывший, а может быть еще и будущий, никто не знает еще, и он сам не знает, режиссер документального кино. И он очень давно уже считается одним из лучших в Европе, может быть и в мире. И всегда очень интересно следить за тем, что делает действительно режиссер документального кино, когда он переходит в художественное кино. Два года тому назад здесь был как раз тот же самый случай с Сергеем Дворцевым, с фильмом «Тюльпан». Это тоже очень известный документальный режиссер, который переходит в художественное кино. У этих режиссеров взгляд на мир совсем другой. И не только взгляд на мир, но использование технических способов, что камера, звук, как они снимают, резко отличаются от того, что обычно делается в художественном кино. И это чувствуется. Поэтому очень интересно, на мой взгляд, действительно следить за талантливыми людьми, особенно когда они в одном жанре переходят в другой жанр. Они находятся всегда на грани двух жанров, что всегда очень интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Мы встретились с режиссером и актерами на следующий день после премьеры ленты на Каннском кинофестивале. Такая абстрактная картина, хотя она очень конкретна в силу того, что там подлинные лица, подлинные ситуации, даже истории, в общем-то, выписаны подлинные. У некоторых я просто изменил финал. Мы с Сергеем из одного города, из города Барановича. Я даже пошутил, говорю, из одного роддома. Я работал в Тюзи, потом я уехал в Москву, и звуковик Володя Головин, все время путаю Иерих Головницкий, который работал в нашем фильме, он рекомендовал меня Сергею. И Сергей пригласил меня на разговор, предложил мне эпизод. А потом уже позвонил мне и сказал, что хочет мне попробовать на главную роль. Ну вот так вот и меня утвердили, и оператор меня смотрел, и актриса была. Ну вот так вот. Инспектор Дорожной патрульной службы, Тержан Шцов, документ. Полный. Полный. Ну и что везешь? А ты читай, там все написано. Ну вот ты и приехал. Российская провинция, а Лозница здесь показывает и деревню, и небольшой городок, и хутор, показана с документальной точностью, от которой становится жутко. После просмотра фильма вряд ли Европетю захочется отправиться в такую Россию. Это не истинное лицо, потому как очень большое, и вы можете уехать в Сибирь и найти деревню, в которой будет все нормально. И там будут, не знаю, настоящие, старые, там, не знаю, я был в деревне, где живут поморы, деревня, где именно потомки поморов, она, ну, единственное, что они закрывают сейчас двери уже, потому что какие-то пришлые грабят. Но они все правильные. Так что Россия очень разная. И это не совсем реальность. Все-таки картина сгущает краски намеренно для того, чтобы представить то, что мы можем предположить, и то, каким образом, если такие отношения выстраиваются в обществе, каким образом они могут выклеснуться. Потому как, если все для всех враги или каждому человеку волк, тогда уже неважно, в какой момент и из-за чего возникает, как в последней сцене, вспыхивает агрессия. Различия не желаете? Тебе сколько лет? 18. 18? Ты почему не в школе? Каникул сейчас. Ага. Все-таки каникулы. А что там случилось? Да авария. Здесь часто бьются. Милиция еще не подъехала. Понятно. Эй, плечуха, сюда, иди. Девчонка со мной. Угомонился, исследователь. Бутырская тюрьма, судьба ломается. Бутырская тюрьма. Душа как мается. Бутырская тюрьма. Только никаких фантазий. В смысле? В смысле, только классика. Без извращений. Ах, вот что. Ты есть будешь? Есть. Есть. Классика. Кофе и бутырброды. Девчонка. Давай. Девчонка. Давай. Тут надолго. Там фура перевернулась. Пока еще уберут. Может, тут другая дорога есть? Есть грунтовка. Но это в объезд. Да и места там гнилые. Болото, что ли? Не, болото высушили давно. Бабка говорит, проклятие там висит. А здесь что-нибудь висит? Не знаю. Подруги? Здесь подруг нет. Курить можно? Кури. А ты с бабкой живешь? Бабка умерла давно. Одна, что ли? А ты что, в гости набиваешься? Да нет, я так спрашиваю. С мамкой? А что мамка делает? Ничего. Ну как это ничего? С первой минуты я понял, что это очень ответственная работа будет, потому что очень мощная команда и у всех такой очень глубокий подход к фильму и вообще. То есть для меня это было очень интересно, ответственно и местами сложно, ведь мне пришлось осваивать машину. Я был ноль в этом. Плюс мне пришлось полгода растить бороду, у которой плохо росла волосы. И это приходилось отказываться от других проектов. Но я не жалею. Ну в жизни я совершенно другой человек. Не так, как моя героиня, абсолютно. Поэтому принять внутри себя и дать именно те эмоции, которые ты должен дать, ну это непросто, конечно, но это того стоит. Сюда поворачивайте. Сюда поворачивайте. Сюда поворачивайте. Всё. Еды купи. А водку брать? Ты что, дурак? Ты что, благородный? Ты что, покатать меня решил, да? Девочку пожалел? Жалец никакой. Может, ты содержать меня будешь, а? Смотри, какой выискался. Видали мы таких. Может, ты завтра приедешь? Может, завтра денег дашь, а? Подавись своими деньгами. Я свое заработаю. Этим вот заработаю. Мне жалости твои не надо. И подачек мне твоих не надо. Может, ты идиот? Ты завтра не качает пропага воды, не ближайся к сваде. Точно так же в жизни. Там ничего не происходило. Люди мило жили, потом бах, раз. Вот это бах, раз я взял в картины. И тогда создается впечатление, когда вы имеете эту концентрированную каплю, что вся жизнь такая. Неправда. Она не вся такая, но она несет в себе эту потенцию. Если историю такую я расскажу кому-нибудь в России, мне поверят моментально. На постсоветском пространстве. Мне поверят моментально. Потому что это может быть в принципе. Потому что в жизни есть нечто, что говорит нам о том, что это может быть. Потому что милиционеры, как правило, к ним никогда не обращаются за помощью. Ибо это может быть проблема. И их всегда, как правило, обходят. Он не мой с детства. Глупий немножко. Говорят, батю у него убили. Перемкнуло в голове. Хотя кто знает. Поставь ты его в покое. Здесь всякое было. Кто сейчас скажет. Не буду. Что так? Я вообще-то за рулем. Бросьте. Здесь ментов отродясь не убивало. Я не буду. Ну, как знаешь. А он не мой тоже не пьет. Он когда выпьет, совсем дурно становится. Слышь, ну если ты не пьешь, может тебе соль есть? А то вот картошечки-то мы накопали, а соль здесь не растет. Нет, мужики. Соли нет. Ну, нет, так нет. Так сойдет. А дорога это куда? Какая дорога? Да здесь где-то. Ну, через лес. Я из лесу выехал и сбился. Это не дорога. Это направление. Ну, и куда же это направление? А никуда. Ну, как это никуда? А так, никуда. Тупик это. Тупик нечистой силы. Ну, куда-то, ну, куда-то же оно ведет. Вот туда и ведет. Ну, хорошо. Если мне нужно отсюда выбраться. Я еду назад. Ну, через лес. Ну, потом деревня. А там развилка. А дальше мне куда ехать? Ну, я так не понимаю. Ну, нарисуй хотя бы. Мужики. Так. Вот поле. Вот машина, да? Вот это лес. А это дорога, ну, через лес в деревню. А вот здесь развилка. Нихуя себе. Оттяни его. Пошли. Оттяни его. Пошли. Мне кажется, зритель должен понять, что позитивная энергия рождает позитивную энергию. А отрицательная энергия, она приводит к еще больше какой-то трагедии. И одного человека, и страны, и людей, и семьи. То есть это... Поэтому... Несмотря на какие-то трудности там, в жизни отдельного человека, в стране, в мире, нужно искать позитивный выход из ситуации. Изгонять из себя эту агрессивность, эту ненависть, злобу. Потому что это уничтожает... Уничтожает всех. И, прежде всего, моего вот героя, которого фактически он... Когда нужна была ему какая-то помощь, его... Просто его добили. И он... Его переклинило. Он... Его все достало. А это, к сожалению, в этом состоянии может оказаться любой нормальный, адекватный человек. во Франции, там, Белоруссии, в Америке. Ужаснуться, ужаснуться. Чувства испытать. Поскольку это вот как раз возможность посмотреть на себя со стороны. Сказать, окей, это полное вранье. Я абсолютно не такой. Я не могу быть таким. Или, вау! Что мы делаем? Кто мы? Как мы живем? Зачем все это? Расплакаться. Может быть, что-то сделать потом внутри себя. Я не знаю. Ну, хотя бы задуматься над этим. Не отталкивать эту мысль. Поскольку очень часто многие говорят, а, сейчас и так жизнь сложно. Всегда жить было сложно. Если отталкивать это все, если не... как-то не осмыслить и не сделать для себя какой-то вывод. Я так никогда не буду делать. Например, в последней сцене милиционер начал доставать деньги. Хотя он милиционер. Оба неправы. Все неправы. Там нет правых вообще. Так в чем счастье мое? В его отсутствии. Хорошее название. Интригующее. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok